здравствуйте алексей добрый день рады приветствовать вас в качестве автора главы доклада ассоциации глобальной энергии которая называется 10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет в этом году выходит уже пятый юбилейный выпуск давайте начнем что называется введение в предмет о чем ваша глава моя глава посвящена топливным элементам и применению их в транспорте сейчас топливные элементы рассматриваются как один из перспективных источников энергии который может составить конкуренцию и двигателя внутреннего сгорания и аккумулятором в составе транспортных средств это как раз да здесь представлены топливные элементы небольшой мощности они конечно не для автомобилей но автомобильные топливные элементы принципиально устроены точно так же как и эти маленькие образцы для портативной техники принципиального отличия между ними нет то есть только размер устройства да между данными устройствами принципиально отличие только размер если мы говорим про те топливные элементы которые применяются в автомобилях например в той же toyota mirai то там отличается еще система охлаждения здесь используются воздушная система охлаждения более мощных топливных элементах используется жидкостное охлаждение это бы вкратце такой бриф инструктаж из чего состоит этот элемент топливный элемент в принципе это химический источник тока и он устроен как в принципе любой химический источник тока у нас есть два электрода на которых протекают электрохимические реакции, которые разделены электролитом. Единственное принципиальное отличие топливных элементов, например, от аккумуляторов, в аккумуляторах у нас и топливо и окислитель фактически находятся внутри самого изделия, устройства. Здесь же мы топливо и окислитель подаём извне и это обеспечивает преимущество топливных элементов с точки зрения энергоёмкости. Мы разделяем мощность и энергоемкость, и энергоемкость определяется только топливом. У нас есть электрохимическое устройство, состоящее из двух электродов, разделённых электролитом, и на один электрод мы подаём топливо, в нашем случае это водород, а на другой электрод мы подаём кислород, либо воздух, где опять же у нас окислительным является кислород. Протекают электрохимические реакции с образованием воды и электричества. Электричество энергии, которое мы дальше уже используем для приведения транспортного средства в движение, либо для каких-то других задач, там можем в принципе обеспечивать электричеством дома, либо портативное устройство, то есть в принципе любую технику, где нам нужно электричество. Вот как раз в вашем докладе там будет подробная схема о том, как он устроен, как он работает, не будем раскрывать всех секретов, читатели смогут подробно изучить. В последнее время очень много разговоров не только о водороде, но и как раз о транспорте, который использует энергию водорода, но при этом по-прежнему у нас преобладает количество заправок автомобильных, например, на бензине, на дизеле, на электричестве. Мы видим все больше и больше зарядных станций. Когда и при каких условиях мы придем в ситуацию, когда у нас водородные заправки будут постепенно догонять распространенные? Ну здесь на самом деле вопрос такой, он многогранный, поскольку он определяется широким спектром решаемых задач и опять же сравнительных характеристик между транспортом электрическим на аккумуляторах и топливных элементах и транспортом на ДВС и топливных элементах. В первую очередь мы должны отталкиваться от инфраструктуры, которая уже есть. В случае аккумуляторных транспортных средств внедрить зарядные станции достаточно просто. У нас очень широкая разветвленная сеть электроснабжения. Мы в них интегрируем просто зарядные станции для электромобилей. Это относительно недорого и не требует фактически на первых этапах построения каких-то новых дорогостоящих систем для распределения электричества. Понятно, когда у нас электротранспорт аккумуляторный сильно разобьется и электромобилей станет очень много, понятно, что мощность электрических сетей придется повышать. Но это скорее так задача более дальнего будущего, ее можно решать полномерно. В случае же с водородом здесь есть проблемы, связанные с тем, что инфраструктуры нет вообще на данный момент никакой. Инфраструктуры как с точки зрения транспортировки водорода, так и с точки зрения хранения. И это является одним из камней преткновений, поскольку для того, чтобы эксплуатировать водородный транспорт, нам нужно откуда-то брать водород. И сейчас рассматривается много различных вариантов получения водорода. Например, рассматриваются заправочные станции, где водород получается на месте из природного газа. Помимо коммерческой составляющей, понятно, что это все дорого, а все, что новое, это вдвойне дорого. Есть ли какие-то еще дополнительные риски, которые связаны с этим процессом внедрения такой технологии? Конечно, рисков много. Здесь риски, опять же, немножко их можно связать с инфраструктурой, поскольку если мы говорим про массовое внедрение водорода, то нам нужно сделать заправочные станции массовыми. То есть, так же, как у нас есть заправочные станции для бензина-дизеля, их должно быть много. Условно говоря, на каждые 30-50 километров должна быть заправочная станция, чтобы мы могли в любой момент приехать заправиться. Кстати, ранее на бензин-дизель стали добавлять газовые установки. Да, соответственно, с инфраструктурным газом, но, опять же, это далеко не во всех заправочных станциях. Собственно, и это может быть проблемой, поскольку у водорода есть свои требования безопасности, с которыми сейчас мы сталкиваемся. И есть зачастую противоречивые требования. Допустим, в Европе уже требования более низкие, у нас по водороду требования по ряду критериев выше, чем к природному газу, и это затрудняет дополнительно внедрение. Поэтому внедрение было бы эффективнее начать с каких-то мест, где возможна централизованная заправка. Например, автобусных парков, либо парков складских комплексов, где есть большое количество транспортных средств, которые можно массово перевести на водород, и проводить некие пилотные проекты для оценки эффективности в целом использования водорода, конкретно в данной нашей экономической ситуации и в нашей ситуации с точки зрения возможности получения водорода из различных типов исходных топливов. Это может быть вода и электролиз, это может быть переработка углеводородов, разные варианты. Дополнительным риском для внедрения водородных технологий является, естественно, развитие других типов технологий, поскольку те же аккумуляторы, они продолжают развиваться, естественно, их энергоемкость постоянно растет, и они могут составить, на самом деле, серьезную конкуренцию для водорода именно с точки зрения эксплуатационных характеристик. И это может являться таким камнем преткновения для дальнейшего внедрения водородных технологий в транспорт. Как раз чуть ли не каждый месяц приходят сообщения о том, что все новые и новые месторождения лития. Да, ну естественно, как бы на самом деле здесь, опять же, с аккумуляторами там есть свои проблемы, сейчас не будем их уже обсуждать, но опять же там есть как риски, так и на самом деле плюсы для водородной энергетики. Если у нас будет наблюдаться массовый переход на электродвижение, на использование электричества без тепловых машин, то потребуется большое количество и накопителей различного типа. И тут может оказаться, что лития нам недостаточно для покрытия всех потребностей, в частности, например, по транспорту. И тогда, наоборот, это может быть и плюсом для внедрения водородных технологий. Ну, несмотря на все сложности, трудности этого процесса, тем не менее, в мире процесс внедрения этой технологии, он идет. И даже существует рейтинг стран, которые преуспевают в этом процессе, и даже рейтинг типов транспорта, которые наиболее адаптированы и на которых применение этой технологии более уместно и выгодно. Но вы об этом, опять же, говорите в своей клаве. Мы это опять подвесим как интригу. Пусть читатели ждутся презентации доклада, прочитают об этом. Мы об этом сейчас подробно говорить не будем. Но вот с вашей точки зрения, что все-таки должно произойти и в мире, и в нашей стране в частности, чтобы эта технология получила такой толчок в развитии, это должно быть какое-то, может быть, принципиальное решение на государственном уровне. Или это некая крупная компания должна применить у себя и сказать, смотрите, вот так можно. Или это должен быть какой-то союз неких организаций, которые это применили и продвигают. Как вы видите с научной точки зрения, что для науки может сделать государство, бизнес, чтобы эта технология пошла? Или это научное должно быть какое-то обоснование, презентация? Как вы это представляете? Сейчас технологии топливных элементов находятся уже на достаточно высоком уровне для того, чтобы их применять и внедрять. И вот как раз то, что вы говорите, там, допустим, какая-то корпорация внедрила, показала эффективность. Собственно, такие кейсы у нас уже есть там на Востоке в первую очередь. Это там Toyota и Hyundai, которые выпустили свои электромобили гражданские на водороде. Опять же, на... У нас Aorus занимается. Да, у нас же Aorus сейчас, который сейчас активно развивается, и ожидаем, что скоро будут водородные наши автомобили. Потом, если говорить про государственный уровень, то здесь есть, опять же, опыт Японии, опыт Европы, где было создано большое количество заправочных станций. И, тем не менее, это не позволило выстрелить водородному транспорту. То есть здесь, на мой взгляд, нужен некий комплекс мер с точки зрения расширения количества транспортных средств, возможно, расширение инфраструктуры. И самое главное, важно преодолеть боязнь пользователей этого транспорта. Потому что я там часто слышу, что там водород – это опасно, это взрывоопасно. Действительно, это так. Водород нельзя называть абсолютно безопасным газом. Но, опять же, мы ездим на... Какой можно называть? Да, как бы любое топливо, оно опасно. Там ездим на дизеле-бензине, они горят. И зачастую горят более опасно, чем водород. Сейчас существенная часть транспорта переведена на природный газ, что вы уже упомянули. Опять же, природный газ, он не менее опасный, чем водород. Но, тем не менее, люди пользуются, не боятся. Точнее, опять же, на мой взгляд, перестали бояться. И одна из таких задач, которая сейчас важна с точки зрения внедрения водорода, это как раз преодоление барьера именно по язни водорода, как топлива. Есть очень много оппонентов водорода, которые сразу приводят примеры. Дирижабля Гинненбург показывает вот эти вот кадры, когда он горел. Естественно, это выглядит очень страшно. И люди этого боятся. На самом деле, можно показать не менее страшные кадры пожаров на заправочных станциях. Неважно, это с природным газом, либо с жидким топливом. И они зачастую, на мой взгляд, выглядят куда страшнее. Потому что водород при утечке, он улетучивается, он очень легкий газ. Он, соответственно, поднимается вверх и практически не концентрируется у нас внизу, где, собственно, мы и находимся. А если сравнивать, например, с нашими классическими уже, можно сказать, топливами, с тем же дизелем, бензином, при любом повреждении баков происходит разлив топлива. И это топливо горит на земле, сжигая все живое. И, на мой взгляд, в данном случае водород даже более безопасен. Говоря о перспективах через 5, 10, 50 лет, можно ли сейчас предсказать, где будет эта технология на этих горизонтах? Ну, смотрите, я, поскольку сам этой технологией занимаюсь, поэтому я смотрю достаточно оптимистично. Как бы, на мой взгляд, там, в ближайшем будущем, там, это перспектива, наверное, 5 лет, может быть, 10, водород будет внедряться в первую очередь в коммерческом транспорте. И это грузовики, электробусы и, наверное, различного типа складская техника, где тоже есть преимущество водорода. И, соответственно, по мере развития технологий, по мере снижения стоимости, по мере расширения инфраструктуры, возможно, внедрение и в гражданский транспорт. Но, опять же, если не будут поджимать конкуренты с точки зрения других типов источников энергии. Спасибо. Будем ждать презентацию доклада. Я напомню, она традиционно пройдет в Петербурге на Петербургском экономическом форуме на энергетической сессии. Модератором которой выступит президент ассоциации Сергей Брилев. Он объявит о презентации этого доклада. Будем читать его, будем читать вашу главу. Спасибо большое. Спасибо.